Друзья, всем привет! Меня зовут Артем Лосков. Я актер, режиссер, тренер по актерскому мастерству и кастинг-директор в США. Я на этом канале смотрю ваши самопробы, которые вы выложили в открытый доступ. Давайте не будем терять время и перейдем сразу же к самопробам актера Евгения Волкунова. Я прошу прощения, если я неправильно делаю ударение в фамилиях. К сожалению, YouTube не дает мне возможности увидеть, как правильно читается ваша фамилия. Ну, наверное, это не суперглавное сейчас. Так, на роль главарь, на роль главарь. Давайте смотреть, Евгений, чего нам сделает, какой перформанс. Давайте вот сразу так, я вам сразу скажу. Плохой звук. Плохой звук может сожрать ваши пробы. Потому что часть актерской профессии – это использование голоса. И насколько вы можете владеть вашим голосом. Насколько он пластичен. Насколько вы можете им выражать мысли. Насколько вы можете им захватывать наше внимание. Если вы пишете с плохим звуком, блин, мы не слышим. Мы не слышим, какой у вас голос. А мне хочется слышать. Мне хочется вас слышать абертона. Мне хочется слышать, как вы говорите спокойно, как вы слышите. Как вы говорите напряженно. Мне хочется слышать, как вы управляете голосом. Потому что это классная тема. Используйте ее. Здесь проблема со звуком. Вот я сразу слышу ее. Сам по-актерски он неплохой. По-актерски он неплохой. Он довольно точный. Он, я думаю, попадает под типаж, кого он играет. Видимо, опять какая-то мафия. Боже мой, сколько этих бандитов этих уже. Ну, видимо. Видимо, так. Ну, давайте, смотрите. Парень-то хороший. И слушает, глаз хороший. И фактура у него вроде хорошо. И даже вот в подъезд вышел. Звук только подкачал. Хорошая пауза. Хорошо думает. Вот видите, да? Я вам не просто так показываю возможность увидеть, как быстро я останавливаю. Вы думаете, я это останавливаю для Ютуба? Нет. Я в жизни могу еще быстрее остановить, потому что мне тут вам приходится еще что-то объяснять. А так в жизни-то я смотрю уже очень быстро. Я вот включаю и понимаю. Ага, туда. Не туда. Туда. Не туда. Хороший мужик. Ага. Чуть-чуть, может быть, мне поклать чуть-чуть торопится. Неплохой. Он неплохой, кстати. Неплохой. Мне он нравится. Я бы его точно... Вот если бы мы утверждали его на эпизод, я бы его сразу утвердил. То есть, без кулбека. Если бы это, конечно, была какая-то главная роль или какая-то важная роль, какой-то важный персонаж, наверное, бы мы позвали его 100% на кулбек. Он крепкий. Он крепкий. И вижу, что он держит внимание, хорошо с вниманием работает и прочее. Единственный какой-то момент, который меня, например, может быть смущает, то, что он как бы работает с камерой. Но, знаете, тут вроде скажешь, что нельзя с камерой работать напрямую. Да и в то же время, что и вот здесь неплохо смотрится. Видите? Кто как любит? Это вкусовщина. Иногда режиссеры запрашивают, иногда спрашивают меня, типа, а почему вот актер не со мной разговаривает? Ну, тут что скажешь режиссеру? Будешь его учить, что ли, и говорить, что камеры-то всегда взгляд со стороны? Ну, хочет режиссер смотреть, чтобы вы смотрели ему. Ну, могу сказать актеру, слушай, там, на кулбек запиши, что вы смотрели, смотри в камеру. Но обычно это нет. Но вот здесь, в этом контексте, да, этого примера, то здесь не критично. Вот как ты ему веришь. Как-то вот он меня вовлекает в этот момент. Вот. Я думаю, что если попросить его в камеру сыграть, в камеру, это как раз на offset, да, типа немножко вне, как бы мимо камеры, я думаю, он был бы такой же убедительный. Вот. Такие вот дела. Ребят, на сегодняшний выпуск подходит к концу. Он сегодня такой коротенький. Это хорошо. Пожалуйста, присылайте ваши самопробы и на luskov.studio в Instagram, либо в Telegram luskov.studio без точки. Если хотите получить разбор, мы обязательно вас поставим в очередь и в ближайшее время снимем по вам выпуск. Вот. Оставляйте комментарии, пишите комментарии, оставляйте большие пальцы вверх. Я буду очень рад с вами пообщаться в комментариях. До скорой встречи. Пока-пока. Передайте это видео друзьям. Как мы говорим в нашей студии, добро пожаловать к себе в Welcome to yourself. Пока.